На противоположной стороне, как раз ухода, дорога находилась и находится не менее любимая Пушкиным Тригорск. И вот с подобной просьбой о приобретении Савкина, поэт и обращается к хозяйке Тригорского дома, Расковья Александровна. Слово сказать, если бы вы не были, то попросил бы вас, как добрую хозяйку, дорогого друга. Зачем? Могу ли я приобрести Савкина? Я бы выставил Савкин, поставил бы свои книги, проводил бы подле добрых старых друзей несколько месяцев в году. Что скажете ли, куда она, о моих воздушных замках? Иначе говоря, о моихиженах Савкина все время родили три разных брата, три парнина. В октябре, двое из братьев уже были согласны с Гришкиным, денисом. Он, правда, в трите, сразу же не упрямился. На этом, когда они взяли на этого тритеего брата махнуть руку. Но в итоге махать не получилось, и Пушкин с Афрами так и не приехал. Рядом с речкой Сорочью имеется утряная мельница. В одной из основных агентств поведника отличается, что в пушкинское время мельницу умели говорить. Если крылья мельницы стояли в виде знака, то значит мельник на месте и Петрят готов к работе. Если на крыло вешалась красная крыльца, то либо что-то в порядке, либо мельник отсутствует. А если крылья мельницы стояли как они и в наши дни стоят в виде своеобразного крыльца, то значит в доме пушкинское время мельнины Александру Сергеевичу. Вчера был праздник, сегодня и так до бесконечности. Ну вот мы уже с вами будем заходить внутрь дома. Ну, это просто. . Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...